Софья Васильевна председателем этого суда проработала более 30 лет и, как вы понимаете, за 30 лет проходила очень много раз, переназначалась вновь и вновь на эту должность, потому что ранее председателем суда, должность председателя суда на 7 лет назначались, сейчас на 5 лет назначались, и она в этой должности достигла предельного возраста нахождения на государственной службе, 65 лет. Если руководство Верховного суда Министерства юстиции и президент дырял более 30 лет этому человеку, то, конечно же, она оставила достойный вслед судебной системе Кобринщины. На торжественные проводы Софьи Васильевны в отставку приехали высокие гости из Министерства юстиции и Верховного суда Республики Беларусь. Управление юстиции Брестского облсполкома, областного суда, практически все председатели судов Брестской области. Судьи областного суда, а также руководители района, силовых структур и ряда промышленных предприятий Кобринщины. Начальник главного управления юстиции Брестского облсполкома Сергей Калиновский рассказал о трудовой деятельности виновницы торжества. В системе правосудия Софья Васильевна начала работать сразу же после окончания дневного отделения Белорусского государственного университета в 1975 году. А через 6 лет возглавила суд Кобринского района. Софья Васильевна очень мудро руководила своим коллективом, обеспечивала высокое качество правосудия всеми судьями. Кроме того, она воспитала плеяду судей, которые занимают высокие должности в областном суде, управлении юстицией, других государственных органах. Работая под руководством профессионального, опытного руководителя, многие судьи впоследствии стали председателями судов других районов. Не случайно в судейском сообществе Софья Васильевна пользуется заслуженным авторитетом и уважением. И это подтвердили многочисленные выступающие, которые высказали признательность и благодарность своему наставнику, коллеге за совместную работу, ее принципиальность, профессионализм, добросовестное исполнение обязанностей и большой вклад в развитие судебной системы. В этот день Софья Васильевна дарила подарки на вид цветов, улыбок и прекрасных поздравлений. Нельзя не отметить, что при осуществлении правосудия Софья Васильевна вкладывала душу и сердце в разрешение каждого спора, каждого проблемных взаимоотношений между людьми. И она это делала так, что подавляющее большинство тех лиц, которые приходили, удовлетворяло или не удовлетворяло их это решение. Они соглашались, потому что видели, это решение законное, это решение справедливое и это решение достойно уважения. Я хочу вас представить с другой стороны. Как мать, которая воспитала достойных детей, как бабушку, которая очень любит своих внуков и которая действительно занимается ими. Я хочу сказать, что за время нашей совместной работы было очень комфортно, потому что знали, что в Кобрине ничего не выстрелит вот такого ненужного, которое бывает выстреливает в других местах. И вы воспитали, вот в зале тут присутствует кто? Савчук есть, председатель суда раз, Мозоль есть, председатель суда два, Калиновский есть, начальник главного управления юстиции. Ежедневный кропотливый труд Софьи Дигиль был отмечен многочисленными поощрениями, благодарностями и грамотами не только областного, но и республиканского уровня. И самое главное, она была настоящей хозяйкой. Я это хочу подчеркнуть. Вот этот замок, уже говорили, это ее рук творение. И когда мы готовились с Дожинком, 4 года тому назад, она наперед уже закинула удочку в то здание ко мне. И говорит, Кенда, ну мы же не можем еще раз подчеркнуть значимость и красоту вот этого здания. Я говорю, ее столько вложила, столько вот не просто занималась судебной властью, но и велеяла, берегла, ценила и людей, и вот это здание. Уход в почетную отставку связан с собственным желанием Софьи Васильевны. Ведь ей еще предлагали немного поработать. Спасибо огромное за те слова, область, за все, за допризнательность, за оценку моей работы всей. Конечно, я любила свою работу и отдавала ей все силы, знания. И вот сколько у меня здесь присутствует моих коллег, которые у меня работали. И мне очень приятно, что они относятся ко мне с уважением, и так как ушел в другую, так сказать, область или в другую инстанцию, и уже забыл то начало, где он начинал. Ну, может быть, человек я такой, что вот как-то всех любила, всех жалела, и плохих, и хороших. И вот здесь правильно сказал Николай Алексеевич, что, ну, как бы правильно, он не раз звонит. И если Софьи Васильевна страдала, я не то, что хвастаюсь, но это было последнее слово. Поверьте, что я этим тоже гордилась. Пришел человек, даже если он был и прав в чем-то, но я видела, что его нужно остановить. Я ему говорила, человек останавливался, и он находил свое. И все были довольны, потому что прекращали жалобы, потому что, ну, просто надо, наверное, уметь понимать людей. Я всегда ставила свои цели, чтобы человек ко мне не ходил много раз. Три раза. Пришел с каким-то вопросом, принес заявление, решился вопрос, забрал документы, и до свидания. Плохо, хорошо, он думает обо мне, это уже его проблемы. Работа в судьи, конечно, очень сложная. Приходилось иметь, конечно, были взлеты, были падения, были ошибки, проверки были сложные, комплексные, большие. Все мы их переживали. И союзная проверка была, когда мы еще в Старом Дании работали. Мне много пришлось пережить, перенервничать, но, тем не менее, я любила людей, я любила свою работу, и поэтому я думаю, что, ну, буду востребована, я буду рада. В этот же день представили и вручили судейскую мантию новому председателю суда Кобринского района Антону Ивановичу Гущину. Он имеет опыт судейской работы, работал судьей районного суда, опыт организационной и организаторской работы в управлении юстиции. Было отмечено, что, равняясь на заслуги Софьи Васильевны Дигиль, новый председатель суда также должен обеспечивать достойный уровень правосудия и руководство судом района.